1, 2, 3 Хэ-Кон-До 2, 3, 4, 5, 6, 6 Тяжело в учении и легко в бою. Это точно про них. Под прицелом телекамеры юные таквандисты явно рабеют. Но когда дело касается соревнований, смущения уходят прочь. В подтверждение тому 34 медали, привезенных из Казани с Первенства России и Фестиваль от Цветных Фойсов. На победу, если честно, я не рассчитывала, так как соревнования уже высокого уровня, победить в них сложно. Соперники были сильные, и я думала, что проиграют, то есть не смогу занять никакого места. Но в итоге стала первой. Всего же в копилке у ярославцев оказалось 23 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых наград. В течение четырех дней спортсмены из 55 регионов страны боролись не только за прессовые места, но и путевки на первенство Европы. Ярославская область делегировала на первенство 7 спортсменов. На фестивале за победу боролись 38 наших ребят. Пять дней по две тренировки в день были, это с утра и вечером. С утра мы делали комплексы, то есть показательное выступление, как красиво делаешь движение. Вечером в спарринге. Мы спарринговались много, часто, чтобы держать себя в форме, тренировать удары, практиковаться и чтобы достойно выступить. Достойный результат показали и две команды юниоров в спарринге. Они стали первыми, обойдя 10 регионов. В данной программе рост и вес спортсменов значения не имеет. В формальном комплексе Хьонг судьи оценивали технику, силу и красоту движений тэквондистов. Один на один с соперником ярославцы встретились на личных соревнованиях. Главная задача – набрать больше баллов за точные попадания руками и ногами. Это был этап подготовки, то есть отборочный этап к чемпионату первенства Европы, который будет проходить тоже в городе Казань летом, в июне месяце. Куда мы победителей и призеров первенства России обязательно постараемся вывести на эти соревнования, чтобы ребята отстаивали честь не только нашей области, но и нашей страны. Анна Мелехина, Сергей Мазилов. День в событиях. Продолжение следует...